Место прежней ветхоплощадки в Воскресенском теперь занимает современно детское пространство с уличным освещением и видеонаблюдением. Здесь установили новые игровые и спортивные снаряды. Появился даже собственный сад камней. Село стало первой точкой в маршруте рабочей поездки губернатора Сахалинской области в Анивский район. Наконец-то сделали нашу детскую площадку, где мы с удовольствием гуляем с детьми. Более того, летом полно детей с Анивы приезжают, то есть ехать не так далеко. И наша площадка, так сказать, пользуется спросом. Следующая точка – пляж в Аниве. Здесь объемы благоустройства сравнительно небольшие. Да и с теми подрядчик не справился в срок. Сдать объект должны были еще 10 мая. Теперь работы у них прибавится. Я сделал некоторые замечания. Надо не стесняться расширять объемы. Это должно быть любимое место для не только жителей Анивского района, но и для всех сахалинцев. В ходе поездки глава региона проверил цены на продукты первой необходимости. Для этого он посетил один из социальных магазинов, где ряд товаров продают с минимальной наценкой. Персонал, ассортимент – все на уровне. Вот постоянно пользуюсь этим магазином. Отлично, да. Новая детская школа искусств в райцентре, в отличие от набережной, распахнула свои двери точно в положенный срок. Современное образовательное учреждение примет начинающих танцоров, музыкантов и художников, а профессиональных живописцев обеспечит рабочими местами. Новыми возможностями маленьких и взрослых Анивчан радует и новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Много детей не умеют плавать. Живем на море, плавать не умеют. Это опасно, как ни крути. Поэтому обязательно нужно, чтобы наши детки умели плавать. Завершила поездку губернатора традиционная встреча с населением, где каждый житель района мог задать свои наболевшие вопросы. Самые острые глава региона взял на личный контроль.